пиау-пиау, короче, да, ничего прикольного. Все вместе в итоге с замедлением тоже можно прикольно поугарать. Всем здорова. Сегодня мы разберем третчик Мариук с The Perfect Girl. Значит, трек мне очень сильно нравится, и он еще заверюсился полгода назад, я что-то слушал, слушал, потом увидел, что вам зашел ролик про Dark Light, ну, короче, третчик. Я подумал, что, блин, можно разбор еще продолжить на всякие известные треки, ну, и тем более зарубежные всякие, с интересным стилем. Сегодня мы разберем как раз его. Прожмите сразу лайкосик и подписочку, значит, комментарий, это очень сильно продвигает канал, буду благодарен вам, так что от души поехали. Итак, у нас есть, по сути, несколько дорожек. Это вот это инструментал, и тут немножечко вокала, тут буквально я на припев записал, чтобы как был понятен, понятная идея. Значит, первая у нас драмка, бас, пэт, соло-мелодия и гитара в серединке. В принципе, пять дорожек, ничего сложного, давайте поехали. Все на VST. Интеро сразу же с куплета можно сказать, потом припев с мелодией. И потом гитара. Значит, конечно же, у меня здесь больше такой немножко сатурированной, да, мелодии, но в принципе, основа, ну, такая же. Давайте рассмотрим сначала драмку. Самое простое, самое важное, что задает кач. Это у нас Auditor Drums 2. Барабанная партия следующая. Постоянно, да? Тут если хэтики убрать. Кик чуть-чуть правее сетки. Это важно для того, чтобы сделать такую оттяжку чуть-чуть. Снейр чуть-чуть левее. А хэтик чуть-чуть еще левее. То есть, он прям ровно по сетке. Получается такая ситуация, что у нас как бы чуть-чуть разделяется удар. Хэты не громкие, да? То есть, у нас велосипед небольшое. Если добавить больше, сильно громко будет. Вот, отлично. Абсолютно одинаковая драмка везде на всем треке. То есть, все три минуты одинаковая драмка. Значит, драмку я взял следующую. Это у нас, по сути, кит Lindrum Paisley. Очень как бы популярная под 80-е. Супер, хорошо подходит. Тут практически ничего не менял. Единственное, что сделал еще атмосферу за счет реверба. Бас. Бас очень жирный, классный, но на самом деле очень просто сделан. То есть, у нас это, по сути, я взял диву, рандомный пресет какой-то там. Вот такой вот бас. HZ Bass 9. Но, по сути, можно любой бас взять. Идея в чем? Советую диву, потому что она для аналога самая и то. И здесь какие-то сные моменты. Эмпхазис. Вот это первое, самое важное. Короче, она как бы делает такой бяу-бяу-бяу-бяу-бяу-бяу. Выстрел. Главное, оптимальное решение найти. Это первое. Второе. Котов. Да, то есть, это срез по высоким частотам. То есть, вот такое нам не нужно. Нам нужно очень мягко. Такое тоже не особо, но... Где-то вот срединный вариант найти. И уже с драмкой. Поэтому бум-бум-бяу-бяу надо вот эту штуку сделать. По ноткам, да? Значит, мы, по сути, начинаем вот такую прогрессию. Она... Паттерн немножко меняется со временем. Ну, сейчас рассмотрим. По сути, это E мажор. По сути, третья ступень относительно первой, да? То есть, это вот соль диез, по сути. Потом до диез, это шестая. И опять первая. Третья, шестая, первая. Самые эмоциональные как раз ступени. Самые важные, да? Поэтому они как бы решают здесь. В втором паттерне то же самое. Первая, шестая, третья. Первая, шестая, третья. Если кто не знает про теорию музыки, можете по подсказочке посмотреть дополнительные мои ролики на канале. Все, пэт дальше. Пэтом такой специфический. Больше похожий на голос. Такой высокий. Но я взял вот такой, короче. Ну, представьте, вообще здесь не важно. Здесь просто главное... Что? Главный дилейчик, да? И дилейчик делает вот эту штуку. Валхала дилей. Офигенный реверт, на самом деле. Как это ни странно. Вот. И немножечко оттэшки, чтобы было поярче именно серединка. Вот это свет выключить, чтобы действительно ярко было. И у нас уже получается... По ноткам здесь все так же просто. Получается... Третья ступень. Четвертая. Третья, четвертая. Третья, четвертая. Третья очень эмоциональная сама по сути ступень, потому что это как бы, ну, мажорная терция, все дела. В общем, там, ну, короче, эмоцию дает. Следующая, да, где у нас начинается сам врыв мелодии. Драмка такая же. Бас чуть-чуть там местами поставленный. Наоборот, чуть-чуть. И здесь у нас добавляется еще такая высокая нотка опэда. Очень высокая для того, чтобы сделать атмосферщину. Поехали мелодию. Можно из гитары сделать, можно с синтом, можно хоть с чем, можно перегрузить с синтом. Короче, разные эффекты я использовал. Вот такие здесь у нас нотки. Без обработок вот так она звучит. Пауза тоже самое опять. Здесь, по сути, обыгрывается тональность. То есть здесь можно разбираться по ступеням, но, по сути, ничего сложного. Самое главное, что... Это тоже у меня дива в данном случае. Короче, здесь тоже неважно, какой пресет вы берете. Главное, вот, крутиться вот возле вот этих вот форм. Значит, объясняю. Самое главное здесь, конечно же, глайд. Вот здесь вот спрятан он. Посмотрите, сейчас глайд уберу. Вот глайд. Глайд добавляю. Такой подъезд. Парадная, кому как удобно. Ну, в общем, такая вот штука, она везде есть. Не просто тэн-тэн-ту, а тэн-тэн. Так вот мы оставляем и добавляем еще обработки. В чем кайф? Только видите, у меня полностью заполнено здесь. На самом деле, самое главное вот это. Если все вырубить, а вообще все вот так вот, все вырубить. И оставить только один вот этот звук. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Это одна восьмая, да, и микс 50% в данном случае. Волхало-делей. То есть она делает тэн-тэн. Ту-ту. А остальное уже такое, скорее, тут высокий срезать. А тут уже так по мелочи. Я пробовал там всякие плетюбы, там, альтербои, короче. Что-то оставлял, что-то убирал. Ну, а снова, короче, вы поняли, да? Все убираем высокие. И делаем вот одну восьмую. Пам-пам-пам-пам, чтобы повторение было. И все, в принципе, вместе уже хорошо. Эмоция есть, это самое главное. Без обработок вот так бы звучало. Что-то тоже в этом есть, но нет вот этого. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Убираем пэт, да, чтобы меньше атмосферы было. Чтобы у нас как бы чувствовался переход. И гитара вот такая. У меня перманентно всегда еще шум идет. Отдельная дорожка, сейчас тоже про него скажу. Гитара у меня в данном случае, это контактовская библа. Можно, в принципе, любую гитару. Тут она не так важна. Но я взял Electric Vintage, короче, сэшн-гитарист. Офигенная гитара. Вот такие вот здесь нотки у нас. Постепенно вверх идем. Потом опять повторяется. Без обработки вот так. Пяу-пяу, короче, да, ничего прикольного. Самое главное здесь, конечно же, у нас Valhalla Delay. Она дает всю атмосферу. За счет чего атмосфера? За счет огромного фидбэка. Одна восьмая, и фидбэк большой. Зачем нужен фидбэк, чтобы оставился вот этот вот шум? Смотрите. Вот этот свистящий. Только нам он нужен, чтобы он не нарастал, а по чуть-чуть уходил. Поэтому фидбэк чуть ближе к 100, либо чуть больше 100. Вот одна восьмая, и диффузия чуть-чуть. Диффузия это для того, чтобы сделать такой вот реверб, как бы. Без диффузии чистые повторения. Но нам нужно, как бы, повторение с ревербом. Поэтому у ТТ-шку чуть-чуть поярче сделать гитару. Здесь, короче, немножко срединки я добавил. И микрошиф для того, чтобы сделать чуть-чуть шире. И все вместе в итоге. Без обработки вот так. Ну, короче, кринж, да? Ну, понятно, что это вообще не то. Здесь все на приколе то, что идет... Бас идет, да? Гитара идет... То есть здесь все вот на этом... Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. И вы акцентируете это дилеями, такими мелодиями. Барабанка, да? Постоянно фигачит. И в этом, как бы, кайф, что оно вместе все сыгрывается. И здесь главное немного инструментов Да, вот что у нас есть, бас, гитара Ну, в переходах У нас есть пэт, который чисто, чтобы заполнить верха И, собственно, мелодия, да, основная Все, это уже достаточно То есть, по сути, бас и драмка, все уже кайф Пэт для того, чтобы заполнить фон А вы уже заполняете либо голосом, либо там Какими-то соло инструментами, все Не нужно больше там четырех-пяти инструментов, все Самое сложное, конечно же, здесь именно скорее сведение, да Ну вот, по сути, потом все так же продолжается Структура такая у нас, да, то есть у нас все время Как бы припев здесь у нас, здесь у нас куплетик Опять припев, потом здесь у нас переход такой Пэт с мелодией остается Чтобы отдохнуть от баса и драмки Потому что если бы все время играл бы, это бы нам надоело Поэтому давайте отдых слушателю, да То есть убирайте на драмку и бас Чтобы у вас потом был снова кайф Что, о, снова низостость пошла Все прям круто, приятно Вот То есть давайте отдых и опять снова нарастайте по громкости, да То есть как бы такими лего-кубиками мыслите Значит, что по сведосу теперь по басу, да Без обработки так То есть уже, в принципе, все круто Нам нужно только лишь подчеркнуть чуть-чуть компрессией М-бастор, чтобы добавить чуть саба В оригинале очень басистый, на самом деле, микс Микро-шифт Должен сделать чуть шире его Буквально тут вот микс 10%, даже можно меньше И прокьюшка убрал саб в сайде Его практически здесь нет, но все равно Все, как бы готово Барабаны Без обработок с ними Просто, по сути, ярче сделать Ну, ТТ можно, в принципе, здесь не ставить Ничего не играет Валхало, Убермод, чтобы сделать чуть стерео некоторые звуки Я здесь убрал сайт, короче, вот так вот Потому что там слишком много было ревера в изначальной драмке Вот, чтобы хэтик был чуть по стерео больше Ну, в оригинале так, по сути, и было Дэвид Лок Без него я никуда Он всегда добавляет чуть жира больше 1% кранча и 1% микса Ну, в смысле, 10-10, да Ну, как бы, офигенно сюда заходит В любой драмке, металл, оркешник, везде хорошо заходит Два таких реверба По сути, они не особо нужны Но в миксе там слышно, что чуть-чуть есть пространство Поэтому небольшой микс Рума всяких, да То есть немножечко рума Просто для того, чтобы сделать вот такое вот ощущение Как будто ты на репетиции находишься Это офигенно Чуть-чуть ощущение зала дать Ретро-колор Чисто чуть-чуть шума дать вот этого Только обязательно фоллоу Как видите, чтобы он исчезал во время паузы Там слышно, что когда играет драмка в оригинале Немножко есть этот песочек И он офигенно заходит И проэлька вторая Зачем проэлька вторая здесь? Вы можете мне спросить Это же не мастер Но, смотрите Слушаем сейчас только пики То есть у нас кик снэп самые громкие здесь Что нам нужно сделать? Нам нужно их убрать перед мастером Чтобы мастерам мы могли больше нагнать громкости Без него вот так На слух ничего почти не поменялось Но чуть больше контроля громкости Чтобы сделать наш мастер чуть более собранный И не такой разваливающийся И самое главное Тоже очень важный момент Шум Просто ретро-колор 15 в данном случае Ну, чтобы сделать более высокочастотным таким шумом И убрал бы я вот здесь вот такую штуку Зачем я убрал? Для того, чтобы Этот самый яркий песок И убрать его все-таки То есть так звучало Так стало Убираю шум Сним Для тех, кто сидит сейчас в наушниках Хороших, либо в мониторах Он понимает, о чем я говорю То есть здесь дело в том Что сделать больше присутствия Все А, ну и, собственно, вокал остался Да, ну тут так По приколу больше, да Сделать что-то такое невнятное Что-то на фоне Такое прям убитое Много перегруза Много ревера Вот этого И еще так же Вот этот вот реверок Такой плейтовский Верб-суит И Тоже волхава делает Такое Ну и все вместе Прикинь, прикольно Специально сделан Не очень громким Чтобы не мешало Мастер Прокюшку убираем Нахрен сайд Снизу Потому что он будет нам мешать Ну тут По ситуации, да Я добавил Можно этого не делать Тирекс пятый Вот очень важная тема Вот без тирекса Да, послушаем весь мастер Врубаю Чуть больше присутствия дает Я вот раньше не особо Как-то пользовался Attention, да Вот этой штукой Оттен Значит, в чем идея Когда ты бустишь Например, вот смотрите Мы берем 8 килогерц Да, вот этих вот High frequency Что это значит От восьмерки килогерц Он пойдет вот так вот Шлейфом вверх Если мы делаем Boost 5.8 То есть Он значит 5.8 децибел Добавит сверху Если мы сделаем Оттен 3.8 То есть Внимание, следите за музыкой Короче Мы добавили 5.8 От восьми Все, что дальше Оно будет Не совсем вот так вот Ити вверх Оно будет чуть сглажено То есть получается Такой вот как бы горочкой Если визуально представить То это будет примерно вот так Типа вот такого мы сделали Да, там 5.8 Но мы еще делаем Оттеншеном вот так Для того, чтобы сделать Ну не совсем, конечно, там Срез, да Ну скорее вот такая штука происходит Для того, чтобы вот эти Участия не сильно прям завышать А именно вот этот бугорочек добавить Учитывая, что это еще как бы Эмуляция железного плагина То как бы происходит Это все как-то приятнее на слух M-Set Для того, чтобы добавить сайда больше Чуть больше пространства дать По левому правому каналу И вертига Вертига здесь зарешала Дать жира по сайду Вот я в данном случае Использую только третью гармонику Вот здесь вот Все для нее сделал Вот третий вот миксер Чтобы только третья гармоника Добавлялась И я сделал ее в сайд Здесь вы добавляете Либо в мид Либо лево-правый канал Либо сайд Мид это только в центре будет Но сильно жирно получается Тупо перегруз В сайде вот так Почище, но тоже перегруз Поэтому драйв около 30% Это и так много Вот И еще сделал именно в миде То есть именно в средней частотке Потому что там именно мид Такой жирненький, приятный Не сильно слышно Но уже все равно жир Именно по бокам Особенно наушники Как это чувствуется Ревермы становятся Чуть более подгруженными Это офигенно И пролик вторая Просто чуть громче сделать Ну одна восьмая Ну можно поменьше Можно побольше Очень громко Все хорошо С замедлением Тоже можно прикольно Поугарать Можно ускорить Наоборот Да, там чуть-чуть Надеюсь, данный ролик вам оказался полезным и интересным Кайфанули вы от просмотра Надеюсь, это так Поставьте лайк Подпишитесь на данный канал Если этого еще не сделали Это крайне будет полезно для развития канала Надеюсь, данный звук будет развиваться Если вы это делаете То обязательно развивайтесь Мне такой музон очень нравится Я буду ждать, чтобы в России Появилось больше таких артистов Также провожу обучение по созданию музыки Если тебе интересно писать что-то похожее В сторону битмейкинга Там, ракешника Сведения и так далее То обязательно посмотрите Ссылочка в описании Набор будет в сентябре 22-го года Буду тебя ждать там Также там слушаю все ваши работы Разборы домашек Там на каждом этапе Последовательно Разборы битов Сведения Там, короче Теория музыки Гармония Киношка Джаз Там, ракешник В общем, все, что нужно Для того, чтобы стать Полноценным продюсером И выбрать для себя Самую оптимальную дорогу Вот самая последовательная инфа Будет у меня на курсе Все До скорого Всем удачи Пока И всем атмосферного звука Создавайте такой звук Это офигенно Просто реально офигенно Пока и удачи Субтитры сделал DimaTorzok